Привет всем, кто заглянул ко мне на канал. Вкусная радость приветствует вас. Всех с наступающим Новым Годом. Желаю всем добра, радости, счастья, бытия, любви к жизни. Друзья мои, всем-всем всего самого хорошего и доброго. Пусть ваши мечты сбываются. Сегодня, ну я не отмечаю никогда праздники, но все-таки так чисто традиционно, да, ужин. Вот у меня есть кусочек красной рыбки, это, господи, как же она называется, забыла, и перчик. Я это буду запекать. Хотела сначала вот сюда вот мандарин порезть внутри, а потом вспомнила, что я с товарищем уже буду кушать, поэтому товарища оттолкнет цитрусовый аромат. Господи, как рыба-то называется? Забыла, вспомню, скажу. Вот она такая красненькая. На моем праздничном столе, кстати, будет икра отсюда соленая, красная икра из рыбки. Это половинка рыбки, вторая половинка в холодильнике. Я большую просто не съем. Вот. И перец я тоже не знаю, наверное, тоже половинку запеку. Куда мне целую? Вот. Короче, так, приступаем к запек... Приступаем к тому, что мы сейчас будем запекать рыбу. Итак, друзья, для запекания рыбы нам понадобится соль и растительное масло. Все. Так-с. Вот перчик, я не знаю, его, наверное, я в фольгу его ложить не буду, потому что это дело такое, он расквасится в фольге. Я ее вот так, короче, немножечко присаливаю рыбу. Какой смысл ее вообще солить? Чуть-чуть, да? И немножко я ее... Рыба это... Господи, как она называется? Вообще любая красная рыба, я не знаю, может быть, какая-то там другая форель, еще какая-то суперская рыба. Может, она и жирная. Но, по-моему, эта рыба, она суховатая. Даже когда ее готовишь... Так целиком я никогда ее не запекала. Ну, то есть, делали такое, типа, по-французски, кусочками запекали. Она всегда была чем-то наполнена, какой-то там составной жирностью. Поэтому... А так просто, если на сковороде ее жать, она, конечно, действительно суховатая. Так, теперь нам нужна фольга. Вот. И форма. Муховку я уже включила. Я, наверное, вот так на ее... Кладу рыбку. Вот так. Да? Ну, вот так. Немножко... Глупо как-то положила. Блин. Надо же как-то, чтобы она потом раскрылась. Что-то я как-то не рассчитала, что вот... Думала поместиться. Свободно. Ну, ладно, сейчас я вот здесь вот так вот подниму. Немножко. Чтобы сок не вытекал. Нижнюю часть кверху, а верхнюю часть книзу. Немножечко так закрыть ее. Но при том, чтобы потом все это открылось свободно, понимаете. А сюда вот я положу перчик. Наверное... А, перчик надо тоже смазать растительным маслом. Что я делаю? Торнется. У меня уже есть отварной рис. Как гарнир. Я его на ночь замочила. И утром уже сварила. Пять минут и готов. Вот. И у меня будет рис. Запеченный перец. Ну, и там потом я еще вам покажу, что у меня будет. Половинку перчика. Половинка перчика. Копошусь прямо при вас. Потому что руки жирные, смартфон щелкнет постоянно. Это, знаете, тоже не очень хорошо. Выбираем семечки. Печеные перцы. Это что-то вообще невероятное. Это нечто. По вкусу. Кто, кстати, болгарский перец не любит, если вы однажды попробуете, я так думаю. Вообще он называется не болгарский. Он называется просто сладкий. Это советское название, когда привозили с Болгарией, назвали его традиционно болгарским. Так. Солить я его не буду. Вот так вот немножечко смажу растительным маслом. Можно, конечно, не смазывать, но для запекания лучше, думаю, смазать. Так, сыпь, так, видите, хвостик немножко так вот приподниму хвостик. Так. А сюда перчик положу. Смахаю. Правый плоды. Попередник забыла надеть. Ну ладно. Так, сейчас я посмотрю, что у нас с плитой, с печкой. Так, печка у меня на 210 градусов разогрелась. Так, я вот рыбу не выпекала никогда. Ну, думаю, час, наверное, точнее нужен. А перчик уже будем смотреть. Если перчик будет готов, его можно будет вынуть раньше. Поэтому ставим запекать рыбку. Вы можете рыбку смазать чем хотите. Допустим, какими-то пряностями для рыбы. Именно для рыбы, не надо там экспериментировать все подряд, потому что рыба может это все испортить рыбу. Рыба красная, сама по себе очень вкусная, ароматная. Поэтому, может, розмарин. Так, что еще? Как свежий, кстати, так и сушеный лимон. Любой цитрус. Внутрь или сверху цедрой смазать. Можно майонезом смазать, кто любит. Можно сметану с цедрой. Будет вообще... С цедрой это будет вообще нечто. Я хотела с мандарином, но уже просто положила сюда его, но вспомнила, что товарищ мой цитрусовый оттолкнет вкус его. Поэтому, ну, все, ставлю запекаться. Да, поможет нам Селена. Пусть рыба будет вкусная, пропеченная и с перчиком очень-очень ароматная и вкуснятина. Итак, друзья, я хочу немножко показать, что у меня будет на столе. На столе у меня будет вот так. Убираем. Так, еще вот про хурму забыла я. Хотела сделать салатико с хурмы, ну, который я показывала вам, да, это... У меня есть салат из хурмы. Отличная закуска с яблоком и с маринованным луком. Это нечто. Посмотрите, вообще, к мясу это будет нечто. Минутку тут стучит. Итак, друзья, ко мне стучала с полиции. Над кого-то жалоба поступила ночью, что музыка играла. Ну, от соседей нигде не звучала музыка. По-моему, музыка звучала на улице с машины. Главное, такие интересные. Жалобу прислали. Они перезвонили по тому номеру, сказали, мы ничего не знаем, это не мы. Вот так вот. Понимаете? Вот такие вот у меня сегодня на столе будут овощи и фрукты. А что еще нужно для счастья? Овощи, фрукты, рыба, рис. Самая лучшая еда, да, дружочек? Ну, скажи. Самая лучшая еда. А это морду помазать. Мазка. Так-с. Так-с. Угурчик. Так. Теперь. Помидорчик. Что ты, малышка, хочешь? Ты помидор есть не будешь. Так. Так-с. Уже пахнет у меня перцем на всю квартиру. Так. Кыш отседала. Что мы дальше режем. Мандарин прямо с корочкой. Не забудьте мандарин помыть. У меня все вымыто. И ой будем пилить. Потому что ножи такие тупые, что... Мама дорогая называется. Так-с. Так. Мандаринка. Теперь курма. Кусочек. Как бы ее так порезать, чтобы она сохранила свой первоначальный вид. Яблочко я пока уберу. Наверное, вот так вот. Так-с. Ну, думаю, достаточно будет. Блин, как же это все положить красиво. Так, знаете, что вот так я сделаю? Вот так. Вот это вот так. Что, зайчик мой? Блин. Ну, что ты будешь делать, а? Ну, придется так. Не хочется, чтобы сок вытекал. Так. А что еще? А, ну, яблоко. Яблоко я пока резать не буду, потому что оно потемнеет. Я его потом на столе, если мне захочется, я его очищу и съем. И вот сюда. Курмочка. Юкорный бабай. Ох, тяжелатая шапка Мономаха. Вот так разложили. Ну, вот такая нарезочка у нас новогодняя. Это мы уберем на зайчик. Приступаем к следующему. Сейчас посмотрим, что у нас там в духовке. А, покажу вам. Вот. Так красиво. Сейчас я поставлю, подождите. Чтобы вы посмотрели. У меня так красиво тут было. Вот так. Нем-нем-нем. Что для счастья нужно еще? Так, друзья, сейчас я выну рыбу. И посмотрим, что у нас там происходит. Потому что, пока я там стояла с полицейским, трепалась. А что-то времени немало. Так. Вот здесь сок. Куда вот его девать? Я сейчас его сюда перелью. Горячий? Горячий, конечно. Ай! Ай! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Как же это взять-то? Минуточку. Представляете, полицейские говорят, что я одна дверь открыла. Остальные никто не хочет ничего говорить и боятся дверь открывать. Кошмар дожили. О! Поджарился. Смотрите-ка. А! Так. Сок я слила. Сейчас посмотрим, что у нас тут с рыбой. Потому что нам нужно... Ой, как пахнет. Я думаю, что можно ее открыть уже. Потому что надо, чтобы она запекалась. Жареная была. Сейчас минутку я вот так вот. Аккуратненько. И хочу я вам сказать, что перчик я вот сюда положу. Вот так. Пусть перчик здесь запекается. Ну и все. И подниму... Нет, пока я поставлю вниз. А потом уже переставлю. Приоткрываем тут все, чтобы доступ горячего воздуха был к рыбке. И ставим дальше жариться ей. Она должна уже прожариваться. Была вкусненькая. Вот так. Итак, друзья. Сейчас я буду делать пультиброды. Шикарные. Просто повезло нам, что у нас в рыбе попалась икра. Вот. Ее засолили. Это мой домашний хлеб. Это мой домашний хлеб. 50% ржаной муки и 50% пшеничной муки. Вот. Такую елечку я делала. Елечку. Тут даже пыталась звездочку сделать. Она у меня выпеклась, короче. Такс. Наверное, половинки. Потому что здесь вот рыхлая у меня. Наверное, я вот так вот отрежу. Вот так. Потому что тут рыхлая. Представляете? Бутерброд с икрой, с овощами и фруктами. Ням-ням. Это вкусно. Я серьезно говорю. Ну что, 4 штучки, наверное, хватит мне вот так вот, да? Я же все равно все не съем. Останется на завтра еще. Хватит. Даже не буду растележивать, как говорится. Вот. Стряхнем тушечки. Мазываем сливочным маслом. Так. Вот у нас маслица. Масло бутербродное, сливочное. Фабрика Янта. Она большая, наверное, эта тарелка. Да? Нет. Нормально. Такс. Вот лежала долго, она у меня, я купила утром. Ну, если так сказать, можно сказать, после полудня. Но должно нормально намазываться, потому что специально не стала убирать в холодильник, чтобы масло хорошо намазалось. Можно, конечно, вот так треугольничками нарезать, но я уже не буду заморачиваться. Намазываем сливочным маслом. Хлебушек. Так. Тут уже дело вкуса. Кто-то любит масло кусок больше, чем сам хлеб. Кто-то любит совсем прозрачный. Кто-то как. Кому как. Каждому свое, друзья мои. Такс. А у нас все скромно и со вкусом, да, дружочек? Что, хлебушка с маслом хочешь? Ой, у меня дружок любит хлеб с маслом. Именно со сливочным. Спред он не будет есть. Вот подсуньте ему кусок спреда и кусок масла. Спред он проигнорирует, не хнет и сразу к сливочному маслу подберется. Сейчас я ему нарежу, отрежу кусочек. Сейчас, зайчик, подожди. Ну-ка, берегу мне. Сейчас я мальчишки моему отрежу. Я ему корочку обычно отрезаю. Корочку. Небольшую, потому что ему нельзя много жирного, у него потом не сваримее, если он много жирного ест. Поэтому, это так просто побаловаться. Яичку моему. Много. Яичку моему. Сразу потел такой, он лежал. Я надеюсь, надеваю. Ой, на этом. Лежал прямо посреди кухни. А тут услышал запах масла сливочного. Ну вот. Обычно я ему так режу. Вот такими вот маленькими кусочками. Сейчас я покажу. Вот такими. Вам видно там? Дружка обхожу. Совсем вот такими тоненькими полосочками. Так, вот я ему на, зайчик. У него мой сельничный мальчишка. Сливочное ты, мое масло любимое. Блин. Котя, тебе тоже дать? Ты есть не будешь хлеб. У тебя мальчишки. Вкуснее такой хлеб. Хлебусек с маслом. Котя подошел, прямо рот у него нюхает. На, Котя. Котя даже схватить не успеет. Ру. Хап. И нету. Большой семье, как говорится. Будьте бодрее. Ой, он так хлеб домашний любит. Вообще просто ест даже кусочки. Я вот иногда поджариваю ему сухарики из этого хлеба, из домашнего. И домашний. Я вот просто ужинаю сижу, отламываю кусок, и он с таким удовольствием ест домашний хлеб. Магазинный он не ест. А домашний у нас с радостью. Ну, не здоровье. Все. Птичка моя хватит. Итак, друзья. Убираем маслице. Масленочку. Закрываю пакетом, потому что масло, оно вообще впитывает моментально всякие разные запахи, поэтому убираем в холодильник. Ну и теперь приступим к намазыванию икрой. как она тут. Она же, конечно, такая вот, ну, наверное, бумкой надо, потому что она же там в пленку. Это же не фабричная. Ого, а как я ее раздербаю-то, блин, нифига себе, это что такое, блин, нифига себе, жопа не треснет у меня. Хотя, что я за нее отдавала 100 миллионов денег, что ли, она вместе с рыбой попалась. Это же такое блаженство. Ах, какое блаженство. И само собой паюсная рыбка. Паюсная, да, по-моему, в этих, в пленочках раньше была такая. Сейчас прям не вылезу, съем один. Да, дружок, тебе хватит, зайчик мой. Так. Ну, вот так вот. Ой, кто-то потекла. Красная рыба домашнего соления. Итак, друзья, вот такая тарелочка с бультерами. Я тут на один уже нацелилась. Угу, вкусно. Оттасла. Такая красивая тарелочка у меня. Друзья, вот я вынула рыбку посмотреть. Она, конечно, еще рано. Вот она уже. Перчик сейчас я проверю. Ой, перец уже все, надо вынимать. Так. Перец я сюда сразу положу. Вот сюда, вниз. Потом, чтобы в тарелочку сразу порезать его и положить вместе с рыбкой. Перец хорошо, чем прикольно будет, он, корка у него вообще отлично будет отваливаться. И он такой нежный-нежный получается вообще отпад. Вот такая красотища, вкуснотища. Можно просто рис с перцем, это все отпад вообще полнейший. Печеные овощи, это самая вкуснотень, что ни на есть. Печеные овощи, это не закрываю, потому что, чтобы не отпарился он. Так, что у нас тут с рыбой, смотрим. Теперь я поставлю ее наверх, выше. Чтоб она у нас поджарилась. Так. Она уже готова, потому что уже видно, что у нее... Нет, я даже еще выше, на самую высокую поставлю. Потому что уже видно, что у нее прямо мясо от костей отходит. Пусть немножечко. Она, может быть, не так сильно запечется, но все равно. Блин, друзья, специально для вас, сейчас вы будете в отпаде, я сейчас буду готовить очень вредный салат. Серьезно. Для вредного салата нам понадобится... Ой! Нет, не разлила, слава богу. Для вредного салата нам понадобится сыр твердый, колбаса копченая или полукопченая и свежий огурец, майонез, еще чеснок. Так, друзья, приступаем к нарезке. Так. Как мне это все нарезать? Пока сюда, потом перекладываем. Так, я небольшое количество буду делать. Нарезаем сначала огурчик. Все. Вообще режется соломкой. Так. Этот салат нарезать соломкой. Вообще не знаю, как он называется в идеале, но мы его, когда я еще была семья у меня, мы его часто готовим, потому что мужики у меня очень любили этот салат, и они называли его обжорка. Пусть будет. Обжорка, нет? Обжираловка. Салат обжираловка. Так. Что-то там пахнет, пахнет у меня, пахнет, пахнет. Только поставила, уже сильно пахнет. А, это сок от рыбы. Стекает и пахнет. Так. Нет, как-то не обжорка. Обжорка какая-то, по-моему, другая, да? А это я не знаю как. Салат для мужчин. Давайте так назовем. Ну, потому что есть основания мне так называть. У меня сын и супруг мой, они очень любили этот салат, и всегда мне просили его приготовить. Поэтому. Я же не от балды это беру, правильно? Ой, господи, ну что ж такое? Я же не от балды это сочиняю. Так. Теперь сы. Твердый должен быть сыр. Тоже соломкой. Все, короче, соломкой. Так, как же так мне? Чтобы правильно, действительно, было соломкой. Так. Небольшое количество салата. Главное съесть. Так. Ну, какая тут соломка-то получится, а? А, ну ладно, давайте так вот. Так вот, по диагонали уже. Чеснока для мужчин, конечно, надо добавить побольше. Мужчины любят чеснок. Вот. Если у вас нет чесночных салатов на столе, можно такое сделать. Не повторяйтесь. 155 чесночных салатов. 300, 286 картофельных салатов, 54 луковых, 84 крабовых палочек. Это просто смешно, когда так делают. Не повторяйте никогда. Основные ингредиенты в купе во всех салатах. Это отвратительно. Это очень невкусная и однообразная пища. Соусы не повторяйте. Не повторяйте соусы. Этот салат сто лет, кстати, не ела. Буду есть вредный салат. Но если купили мне такие продукты, хотела сама пойти купить овощи, там, что-то такое. Дали мне возможности. Какой апельсин такой делал. Ну, это больше по большой степени. Это больше для вас. Что-то колбаса какая-то тухлая. Ага, друзья. Колбаса-то тухлая. Какой ужас. Фу. Облом, короче. Я сделаю только так. У меня колбасы-то нету. Я ж не ем колбасу. Сейчас посмотрю, что там в холодильнике есть. Кошмар. Она покупает. Вот вам налицо факт. Она покупает, никогда не смотрит, что берет. Сейчас помою, засуну морозилку. Ужас. Это просто кошмар. Друзья, я вот вообще просто поражаюсь над людьми, которые жизнь ничему не учат. Это же ужас какой-то. Неужели ты не можешь открыть пакет и посмотреть, что тебе сунули? Мне вот никогда испорченные продукты не суют. Потому что я так смотрю и говорю, что вряд ли кто-то покусится на то, чтобы заработать по башке. Ужас. Это выбрасываю все. Фу. Петарды. Петарды, дружок, реагирует на петарду. Дружочек, это петарды стреляют. Иди сюда птичка моя. Так, ну все. Складываем в морозилку. Пусть она сама ею питается. Кошмар. По-моему, у меня никаких там колбасных изделий, даже замороженных нету. Ладно, будем кушать полезный салатик. Так, друзья, рыбу я уже выключила. Вот. Пусть она у нас. Вот я беру два зубчика чеснока. Мы не расстраиваемся. Я-то колбаса для меня это... А вы можете добавить любую сосиску, колбасу. Но лучше копченую колбасу. Чтобы она такая крепенькая, плотная была. Вот сюда салат. Лучше добавлять копченую колбасу. Так. Что мы делаем с чесноком? Чеснок там нужно потереть, да? Но я не буду тереть. Я его порежу. Мы вот так вот сейчас... Мы вот так вот его раздаем сейчас. Как делают повара. Потом вот так. И помельчим немножко. Я, конечно, не мастак. Мельчить чеснок. Так. Что-то я много. Ну, ладно. Видите, сама вселенная пожелала мне есть без колбасы. Ну и отлично. А я думаю, что она не забрала колбасу с собой? Блин. Трындец вообще. Трындец. И, главное, отрезано же уже попробовала. Мама дорогая. Трындец. Так, ладно. Добавляю вот сюда чесночок. В лук и в огурчик. Ой, в лук говорю. Как это сыр? Сыр и огурчик. Чесночок. Такс. Теперь это все мы... Пополаскиваем. Добавляем майонез. Здесь, говорю сразу, сметана не идет. Здесь только майонез. Потому что, потому. Добавляем майонез. Одну. Потому что все равно этот огурчик даст еще этот самый сок. Немножко он постоит. Огурчик даст сок. Какая-то тура... Нужна маленькая красивая тарелочка, чтобы положить целовек туда. О! Лучка сейчас добавлю. Это будет, конечно, уже не тот изюм. Но изюм все равно будет. Уверяю вас. У меня же лук такой отличный вырос. Как это так я буду игнорировать лук? Нет, конечно. Не в коем случае. Не в коем случае. Не в коем случае. Так вот показываю. Это все вам очень далеко. Вот так. Лучок у меня. Он такой отличный. Суперский вырос. Так. Ммм, какой ядрененький. Солить не надо, друзья. Вообще майонез это готовый соус. Никогда не подсаливайте, если вы заправляете майонезом. Ну какую-то тарелочку маленькую надо. Совсем маленькую. Вот такую. Выкладываю наш суперский салатик. Вообще хотели назвать мужской салат, но облом. Добавляйте колбаску, будет мужской салатик. Я вам серьезно говорю. Это мужчины очень любят. Очень, очень, очень. Так, на свинюково, на поросюково, кукуково. Курукало, кукуково. Так, это что? Ну что ж такое? Я все время плямкаю. Я, кстати, заметила, когда пересматриваю видео. Я все время плямкаю. Друзья мои, потому что я не могу. У меня очень сильные рецепторы. Очень чувствительные. Я очень сильно чувствую вкусы. И поэтому у меня такое наслаждение идет. Понимаете? Поэтому не обижайтесь на меня, когда я плямкаю. Ну-то вкусно. Не знаю, меня само раздражает, когда к чавкают. Вообще не перевариваю органически. Ненавижу, когда прямкают. Прям готова в морду дать. А вот сама, представляете, такая вот хрюнька. А сама вот такая хрюнечка. Хрюнюречка. Теперь берем вот так вот по диагонали. Перышки режем. Украшаем ручком. Можно поменьше, побольше. Это уже. Так. Распределяем. Халатично. И опять плямку, видите? Ну, чушка, потому что... Ой. И вот так вот. Втыкаем вот сюда. Лучок. Если он, конечно, будет стоять. Так. Так. Подвигаем наши компоненты. О! Да будет суперский салат. Момент. Друзья, вот такой маленький, скромный, новогодний стол у меня сегодня будет. Рыба запеченная с перцем, рисом, лимоном. А бутерброды с красной икрой, сливочным маслом, домашним хлебом, зеленым луком. Салат необычайный, случайный, вкусный, с чесноком, мандаринки сладкие и ассорти фруктово-овощное. Вот такой скромный, животинки мои, скромный и вкусный новогодний стол. Всех, друзья, поздравляю с Новым Годом! Желаю самого лучшего и необыкновенного в вашей жизни чуда. Любите жизнь! И она обязательно ответит вам взаимностью. Всего доброго, друзья мои! Чао-ка-као! С Новым Годом! С Новым Годом!